Работа муниципального предприятия Заполярного района Севержилкомсервис стала основной темой повестки дня заседания комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету. Информацию о деятельности предприятия представил глава администрации Заполярного района. По словам Олега Холодова, в настоящее время контракты на поставку и перевозку всех видов топлива заключены. Доставка в населенные пункты уже началась и идет согласно плану. В то же время, по словам парламентариев, отельских жителей поступают жалобы на низкое качество дров. В свою очередь, глава районной администрации сообщил, что этот вопрос обсуждался накануне с руководством Севержилкомсервиса и генеральным директором фирмы-поставщика. По участию превышения процента по гнили, но тут вопрос пока спорный, мы пришли к решению организовать пока за счет поставщика экспертизу. Он пригласит эксперта, который определит в рамках своей работы, в заключении должно быть выдано решение о проценте, соответствует ли процент гнили дров контрактному проценту. Поэтому пока больших проблем мы тоже тут не видим. Мало того, в избежание, немножко забегая вперед на случай, если какие-то были претензии к части дров, он оставил дров процентов на 3,4 больше от заявленного, чтобы компенсировать, если будет какая-то обработка. Получить результаты экспертизы руководство администрации рассчитывает через две недели. Как заверил Олег Холодов, эта ситуация находится на контроле. Аня Киргенч, это не будет поздно, потому что вода там всего... Ну, поздно не будет. В каком отношении? Допустим, мы с ними это проговаривали тоже. Но, во-первых, все-таки там была по просьбе жителей сделана часть запила, выбрано несколько бревен, распилены они на три части. И запилы показали, что внутри это бревен нормальное. То есть какая-то надежда на то, что все в порядке есть. Ну, мало того, что документами это подтверждено. Если уж, допустим, совсем негативная будет ситуация, то того количества водров, которые вполне качественные, вполне будет достаточно до, скажем, марта-апреля следующего года. И он сказал, если уж что, то по зимнику, который в январе открывается, я всегда довезу. Кроме того, на комиссии обсудили качество содержания зимников в посёлке Харивер, обслуживаемого муниципальным предприятием Заполярного района, признав его содержание удовлетворительным. Что касается теплоснабжения, то здесь Севержелкомсервис в ряде населённых пунктов заменил твердотопливные котлы на жидкотопливные. Основным преимуществом замены стали большая теплоотдача, высокий КПД, равномерная подача ресурса. На 95 объектах установили узлы учёта тепловой энергии. На дизельных электростанциях провели работы по обустройству системы отопления зданий электростанций от системы охлаждения дизельных генераторов. Эти меры, по словам Олега Холодова, позволили сократить затраты предприятия на собственные нужды.